Доброго-доброго денёчка, друзья! Ну что ж, в общем-то пришёл я сделать тест вот этого OLED-телевизора. Это модель B7V, по-моему, она называется. На экране полностью правильное название модели. Он 2018 года. Есть с ним определённые проблемы с выгоранием экрана. Но, тем не менее, просто сделаю обзор. Покажу вам, как работает, что мне нравится в нём, что не нравится. Вообще, кто не понимает, OLED это некая такая технология, которая вот как раз-таки стала, наверное, ответом плазменным телевизором. Проверка чёрного цвета. Ну вот посмотрите, действительно ли чёрный цвет? Конечно, он чёрный. Вообще полностью, то есть он как будто не работает, как выключенный. А если бы это был ЖК, то он в принципе не может такого отобразить, поскольку ЖК, матрица, это кремниевая матрица. Работает она исключительно на просвет. То есть за матрицей, которая отображает цвета, за пикселями у нас располагается ряд светодиодов. Они могут быть сверху, допустим, и снизу. Либо, допустим, вот такой сеткой. Могут блоками отключаться локальные зоны затемнения. Чем больше этих зон, тем лучше, по идее, чёрный цвет. Но локальные зоны затемнения, они только недавно пришли. Ну как недавно, вот в Максово, чтобы их прям было много, чтобы прям хороший чёрный цвет был. А так в большинстве случаев, вот сверху, снизу подсветка. Раньше она была алюминисцентная, то есть лампы были такие. Потом стали светодиодные. Потом Samsung маркетинговое заблуждение ввела, типа называла их LED-телевизора. Хотя это неверно, LED-телевизор предполагает, что у нас самосветящиеся ячейки. А там уже была просто LED-подсветка. Но, тем не менее, всех в заблуждение ввели. Голову заморочили. Но, сути дела, не менял. То есть изображение было серым. И получается, что если у нас на экране что-то светлое и что-то тёмное, то контрастность низкая. Чёрный цвет, он серый, либо тёмно-синий, либо ещё какой-нибудь. Если это зоны затемнения, опять же, ореол появлялся белый, то есть вокруг. То есть он же не может, вот, допустим, вот буковка здесь, да. Но здесь тоже есть небольшое такое свечение вокруг. Но оно минимальное. А там большой ореол. И вот OLED. Вот он прям, каждый его пиксель, это как отдельная лампочка. Сам светится. Ему не нужно никакой подсветки. Самосветящиеся пиксели. Вот такая вот технология. Достаточно интересная. По типу плазмы. Потому что если взять плазменные телевизоры, то вот 2008 год, Пионер представляет свой Куру. Старые модели плазм, они тоже светились. То есть у них большой предзаряд ячейки, чтобы вот эта плазменная ячейка начинала светиться. Ей нужен предзаряд. И даже старые плазмы, даже вот если у них тоже не было там идеального чёрного, он был серый примерно. Лучше гораздо, чем на ЖК. Он равномерный, потому что у ЖК, помимо того, что он серый, так он ещё и неравномерный, ещё и с засветами там всякими. Тут светлее, тут темнее и так далее. Плазма она всегда такая. Хорошая цветопередача, всё такое, но чёрный был не очень. В 2008-м, новая модель Кура, презентация, выключается свет в зале. Все вах-вах-вах-вах, потому что был, ну, великолепный чёрный цвет. Конечно же, не полностью выключался, как у Оледа предзаряд ячейки, но, ну, чуть-чуть небольшое свечение было, но картинка великолепная. Чёрный сумасшедший. Начали ЖК-производители телек, а мы-то тоже хочем, и давай писать всякие контрастности, нелепые, типа, 15 тысяч к одному, миллион к одному и так далее. Ну, это полный бред, конечно же. Вот. И Оледа, это как бы вот ответ Плазма. Потому что Плазма-то не стала. Что большая потеря, конечно, для человечества, для киномана в целом. Допустим, я до сих пор пользуюсь КРП-600, и ни на что другое его менять не хочу, кроме телевизора от Panasonic последнего. Потому что, когда Плазма-Пионер в 2009 году, Пионер уходит с рынка, Плазма-Лидером по производству плазменных телеков становится Панасоник. И выпускает в последнем, в 2013 году, феноменальную линейку плазменных телевизоров. Потому как последние плазменные телевизоры серии ZT практически полностью глушили предзаряд, и их экран еле-еле светился в темноте. Они показывали 30 720 градаций серого. По этой цифре можно определить, насколько чистый будет цветовой градиент. У него был широчайший цветовой охват. 98% от кинотеатрального стандарта DCI. И вот такой вот он был ZT-телевизор. И вот если я буду покупать себе еще одну Плазму, потому что КРП-600 тоже никогда не пройдам. Он великолепен. Единственное, что я бы хотел в дальнейшем, это, конечно, телевизор ZT. Вот от Panasonic. На 65 дюймов. Возможно, когда-нибудь приобрету. Это моя мечта. Потому что телек, говорю, великолепный. Просто там цветовой охват, там картинка того, как он может изображать цвета. Но это референсный телевизор. Вот. Но приходит, понятное дело, эра 4К. Плюс плазмы, они сложные, эти очень технологичные, их сложно производить, и они по тем или иным причинам уходят с рынка. А чем их заменить? ЖК-телевизоры и близко по параметрам. Даже самые топовые, даже самые лучшие, они не могут приблизиться. То есть технология не та. Они для того сделаны. ЖК-это не для киноманов. Хотя есть хорошие модели, конечно, ЖК-телевизоров. Там и Sharp выпускал, и Sony хорошие есть модели. Не говорю, что ЖК все плохие. Они в своей нише хороши. Есть хорошие модели, топовые модели брать, в принципе, более-менее. Но не такие крутые, как плазмы, это понятно. Невозможно с ними, с плазмами конкурировать. А что сделает человечество? Начало выпускать телевизоры на органических светодиодах. Но, конечно же, тут не все так гладко. Во-первых, плазма, чтобы стать хорошей, она большой путь прошла. Около 10 лет. Прошло с момента выпуска такой средненькой фиговой плазмы. И чтобы вот прям начали полностью избавиться от выгорания, от того же, которое страдало старой плазменной моделью. Сделать крутой черный цвет в плазме, опять же, не сразу получилось. И так далее. 10 лет примерно. Примерно. Все, примерный цифр. Тем не менее. Леда, он в принципе производится примерно сколько получается. Лет 5 уже, наверное, их выпускают эти телевизоры. И, конечно, у него есть свои недостатки, есть свои болячки. Это выгорание экрана. Опять же, то же самое, что и у плазмы. Выгорает экран, причем несколько по-другому. Даже бывает, именно выгорает остаточное изображение. Такое вот как бы выгорает и полностью выгорает то, что у нас остается какой-то элемент интерфейса. Вот. Производители всячески с этим борются, уменьшают яркость, добавляют алгоритмы новые в прошивку, чтобы все это лечить. Цветопередача тоже изначально была не весь какой. Изначально, допустим, в первой модели OLED-ов вставили начинку как бы видеопроцессоры, которые больше предназначались к ЖК-моделям, и в итоге херня полная получалась. Сейчас все лучше. Цвета, конечно, я бы, я сразу скажу, ну вот если на примере вот этого телевизора, то по отображению правильной цветопередачи, именно правильной, не яркой, супер насыщенной, а именно правильной, он хуже, гораздо хуже, чем мои плазмы. Вот. Плазма. И плюс как бы вот это 4К изображение, проблема в чем? Вот они ввели это 4К, больше как маркетинг, опять же. Почему? Сразу скажу, потому что, чтобы заметить разницу между 4К-картинкой и 2К, то есть, ну, Full HD, надо прям близко подойти, вот с носом, вот так вот, ходить и смотреть, вот так вот, здесь пиксели лучше, здесь лучше. Потому что есть плотность PPI. Допустим, если взять экран смартфона, мы его близко смотрим, и там видим, допустим, если у нас разрешение недостаточно, низкая плотность пикселей, мы видим отдельные ячейки пикселей, то же самое экран компьютера. В игрушку играем перед 27 дюймов монитором, у нас расстояние 30 сантиметров до экрана, мы видим 4К и Full HD резко отличается. Телевизор же другой вариант, вот это 55 дюймов. Чтобы увидеть 4К, ну это, во-первых, файл должен быть 4К разрешением, а их как бы не очень-то и много. Вот, ну сейчас большинство фильмов выпускают в 4К, но опять же, стоит сказать, что мастер-копия фильма, она изначально мастерится в 2К, а потом уже программными алгоритмами растягиваются. Ну это полбеды. Ладно, допустим, мы запустили 4К версию фильма. И чтобы различить ее от Full HD, нужно вот так вот прям носом водить перед экраном. смотри. А у нас тогда поле зрения будет неправильное. То есть угол, вот эта вот широта угла, она есть оптимальная. И оптимальная, она чтобы вот, если это 55 дюймов, то это где-то 2,5 метра нужно сидеть от экрана. 2,5-3. И вот здесь уже через 2,5-3 мы не видим разницы между Full HD и 4К. Вот в чем суть. При том, что вы можете возразить, что вы видите мол разницу на своем 4К телевизоре. А она заключается в чем? В том, что большинство этих телевизоров оно хуже масштабирует более низкое разрешение. То есть вот если поставить плазму и 4К новый, и запустить на обоих одинаковый контент. Ну допустим там тот же 4К фильм просто на плазме он будет наоборот да он греет это разрешение то есть уменьшаться несколько устройств самим ну там Дюна HD допустим. Вот. И вы отдадите тому телевизору у которых лучше цвета лучше цветопередача лучше контрастность сама картинка то есть цветнее ну цвета правильные то есть не вервиглазные например трава какая-нибудь или цвет кожи вот естественное изображение и любой человек там 90% людей даже больше я считаю ну это я примерные цифры говорю к примеру отдадут именно яркому хорошему изображению то есть из правильной цветопередачи нежели 4К изображение потому что разница между вот плотностью этих пикселей вы в любом случае через за 3 метра уже на на этой диагонали не различите отдельные ячейки и чтобы отдельные ячейки надо подходить вплотную к экрану плюс говорю фильмы мастерятся в 2К там ну некоторые могут мастериться и в 4К но это опять же меньшинство вот в чем суть контента мало а это вот по большей части вот такая маркетинг потому что говорю ну как для такой маленькой диагонали зачем она не нужно абсолютно я считаю вот но тем не менее вот как бы один из моментов который убил плазм потому что как бы у плазмы у них там физические размеры самой ячейки нельзя было уменьшать уже все пределы достиг можно было если там плазму сделать на 85 дюйм ну можно было сделать ее 4К но вот на момент 13 года даже 65 дюймовую плазму в 4К сделать нельзя было по тем технологиям это конечно абсолютно не нужно но тем не менее вот как бы маркетинг он такой люди сказали которые выпускают телевизор вот ну вот сейчас кстати полностью маркетинговые слоганы типа а-ля 4К значит в 4 раза лучше изображение и так далее можете на сайтах производителей такую фигню всякую прочитать но это абсолютно неверно потому что хоть это и в 4 раза больше пикселей но это не значит что в 4 раза лучше картинка то что я смотрел примерно фильмы даже вот на этом экране включал терминатора 4К терминатора включал и в 2К вот у меня есть допустим здесь файлик вот терминатор в Full HD без HDR но HDR но HDR мы дальнейшем коснемся вот так он выглядит Full HD опять же скажу то есть поскольку масштабирует то телевизор хуже вы можете заметить разницу суть в чем если вы дома на своем 4К телепке включайте Full HD картинку или там 720 и потом включаете 4К и вы скажете а я вижу разницу вы видите разницу не из-за того что у вас как бы телевизор 4К а из-за того что он масштабирует вот это вот более низкое разрешение под свое хуже гораздо чем плазма например это дело когда вы смотрели на плазму DVD фильмы например потому что на плазме можно смотреть спокойно DVD и не будет никакого отвращения там это низкое разрешение оно так сглаживается что конфетка а на современных телеках такого не происходит на некоторых это нормально происходит вот это масштабирование а на некоторых телеках масштабируется плохо картинка и вот как раз из-за этого видно разницу уже даже с 3 метров вот это был вот если включить HD диапазон проблема в чем еще заключается в том что не все телевизоры его правильно могут отображать он же заключается в чем что у нас вот есть старый стандарт REC 709 цветовая палитра сейчас новый стандарт 2020 есть новые стандарты отображения вот именно расширенного этого цветового диапазона Dolby Vision есть такая технология потом HDR 10 плюс если телевизор ее поддерживает правильно то будет в целом должно быть по факту непло ну типа там в темных сценах больше деталей мы видим и так далее но по факту большинство телевизоров они его способны отображать этот HDR так же как моя DUNA HD то есть я могу DUNA HD подключить к кинескопному телевизору через какой-нибудь конвертер и запустить HDR файл ну или там к любому ЖК телевизору там к плазмену телевизору подключить DUNA HD не запустить HDR но будет ли это правильный HDR нет потому что само-то устройство не выводит оно просто его способно отобразить так же как бы допустим телевизор умел превращать 3D кинофильм в 2D обратно его конвертировать тут то же самое вот некоторые телевизоры умеют правильно отображать HDR то есть способны отобразить вот этот новый стандарт там REC 2020 вот у них есть HDMI 2.1 версия способной пропускную способность и отображать его правильно но по факту я не знаю вот этот телевизор правильно ли его отображать он его отображает вот он пишет это HDR да он его поддержит он установит ролики с этим вот у меня есть папочка тестовы проверить HDR и вот есть здесь шахматы HDR я их включал на своей плазме и они в принципе на моей плазме точно так же отображаются как и здесь вот примерно те же самые вот этот вот контраст вот этот черный цвет абсолютно то же самое вот смотрите ну во первых как и сказал он очень холодный то есть вот он работает а он при этом абсолютно холодный рамка у него очень тонкая видите вот сам экран от рамки его ну практически не видно вот чуть-чуть если пригладеться то он чуть светлее чем своя рамка но это настолько минимально что конечно же не играет никакой роли и еще один маркетинг бесполезный то что видите он какой тонкий вот вот он тонкий тонкий вот это вот часть она тут металлическая она не греется но снизу вот эта толстая борода с разъемами там со всеми вот этими половина телевизоров у нас тонкая к сожалению он так стоит что не могу вам полностью показать но вот эта вот часть толстая и выше совсем тонкий то есть тоньше смартфона но он совсем тонкий но это не нужно зачем он такой тонкий то есть смысл какой вот в этой толщине вот я если я захочу его перевести на машине его очень опасно перевозить потому что он может надломиться то есть совершенно тонкий это абсолютно бесполезная вещь лучше бы он был вот весь вот такой толщины как вот эта вот нижняя часть то есть вот эта пластмасска была бы до самого вверх он был бы физически прочнее и это было бы лучше как по мне вот такая вот эта толщина ни к чему я считаю дальше смотрим дальше по тестам в принципе он их неплохо проходит черный цвет у него нормальный но проблема в чем в том что он за два года выгорел скотина с этим цветом все нормально а вот если включить например желтый то как видите в центре появляется уже некое такое пятно зеленоватое и плюс вот эти точки видите вот вот точки какие-то идут у нас сверху снизу и пятно я не знаю насколько камеру это передается но у него в центре зеленоватое пятно и не только на этом цвете конечно же оно включим например красный пожалуйста также в центре у нас затемнение и еще более видны вот эти точки и по центру вот это затемнение и это на нескольких цветах то есть не на всех ну вот например розовый если включаем розовый у нас на камеру короче говоря вот так это выглядит но на камеру не совсем тот цвет который я сейчас включил но вы видите на камеру где выгоревшая область экрана это произошло за полтора года как это отображается на практике на все очень просто это очень заметно я сразу же когда начал смотреть на нем фильмы и сериалы я заметил что лица в центре когда появляется в центре лицо начинает зеленить вот смотрите включаем тестовый ролик вот лицо девушки крупным планом во первых что стоит сказать вот вот эти ролики пионеровские они отображаются реально хуже чем на пионере то есть он хуже масштабирует изображение и сами цвета мне не нравятся ни на одном из режимов то есть можно здесь понятно посмотреть вот эти режимы экрана сейчас вот стоит вот этот можно режим HDR эффект это который из HDR контента делает типа а-ля HDR по факту получается херня но тем не менее телевизор это делает игровой спорт супер яркий типа а-ля динамика кино эко стандартный вот допустим сейчас я вам покажу вот лицо да ну давайте поставим паузу и я не знаю насколько вам видно но может на этом изображении сильно вот примерно вот эта область она зеленит это очень сильно видно когда смотришь кинофильмы вот как только появляются какие-то лица персонажей показывают примерно в центре небольшой зеленый оттенок кожи по поводу отображения вообще цвета кожи режим экрана вот например спорт это супер яркие игры это понятно для игр а с HDR эффект ну что он делает если это легкий то это вот так нормальный естественный цвет а так просто делает слишком бледную кожу если сильный HDR эффект и неправильное отображение true color здесь особенно видно как бы вроде бы режим то неплохой но видно выгоревшую область телевизора вот где в области носа вы можете это в принципе увидеть то есть на тех режимах на которых как бы самый правильный оттенок кожи на них лучше всего видны дефекты этого телевизора потому что на ярком слишком бледная на стандартном она тоже слишком бледная кожа на эко ну вот кино самое оптимальное и как бы вот если такой теплый оттенок приобретает в изображении то вот видны становятся именно дефекты матрицы ну вот как-то так и говорю отображает он Full HD даже контент уже не так хорошо как плазма он отображает хорошо только вот для него родной 4К вот например есть ролик у меня проверить 4К шахматы вот эти 4К и вот они видите он сразу же определяет что это 4К контент вот режим кинотеатр стандартный яркий кино ну тут тоже лучше всего в формате кино смотреть его вот ну это демо ролик специально записан он на любом телевизоре в принципе хорошо выглядит вот дальше тест на плавность изображения и я вам покажу сейчас дефекты он очень плавный на самом деле картинка плавная реально она сглаживается великолепно по сути могут быть артефакты вот смотрите стрелка не должна трястись но когда она наводится вот сюда смотрите остается артефакт вот смотрите бац пятно такое остается вот на этих элементах несколько такие пятнышки но плавно безусловно если включить что-то реальное но с плавностью хорошо вот в этом фильме не должны трястись вот эти вот вот эти вот штуки они не должны трястись если телевизор не плавно отображает фильм но они дрожат здесь с этим все хорошо вполне ну вот еще один тест на плавность тоже в принципе достаточно плавно все идет самсунговский ролик ну черный вообще прям вот великолепный то есть я даже вам как бы не демонстрирую его особо но говорю черный отображается прекрасно вот кем пионер кур включить вот эти ролики пионеровские стандартные тоже без проблем вот смотрите видите какой черный цвет прям вообще супер ну вот допустим тест на 8 и 10 бит матриц матрица телевизора подображать нормально hdr должна быть 10 битной а не 8 как у некоторых телевизоров должна быть 10 битная у плазмы кстати матрица 12 битная но у плазмах у них сам стандарт hdmi старый поэтому на них как бы физически уже новый контент не запустишь хотя они бы могли поддерживать этот самый hdr то есть если бы плазмы до сих пор выпускались то как раз таки на них сделать идеальный этот расширенный динамический диапазон без проблем можно было бы добавив новые видеопроцессоры поддержку hdmi нового стандарта вот ну вот такие цвета по поводу меню этого телевизора ну оно такое то есть здесь в принципе есть смарт вот это все удобно достаточно вот эти все нетфликсы ютубы все поддерживается работает сама прошивка очень быстро все кнопочки быстро нажимаются вот если допустим включить настройки там настроек изображения тоже вполне себе настройки панели олед здесь есть в принципе сдвиг экрана это чтобы минимизировать вот это вот выгорание есть даже восстановление пикселей запуск после выключения начать сейчас во время восстановления пикселей телевизор должен быть выключен выключить телевизор и вот он будет в выключенном состоянии восстанавливать свои пиксели можно в принципе посмотреть сможет ли он убрать вот этот свой выгоревшее изображение в общем ребятки сброс восстановления пикселей вообще не помогло потому что вот этот участок вот все зеленит я не знаю как это передать на камеру но по тестовым картинкам это видно и вот на лице то есть вот здесь примерно у него такой все оттенки все лица какие-то теплые цвета желтые вот оно все чуть-чуть в зеленый оттенок уходит вот здесь можете наблюдать все зеленит как бы ты не настраивал какие настройки бы в телеке не втыкал допустим вот если воткнуть вот эту настроечку режим экрана стандартно вот смотрите на режиме кино особенно я не знаю видно вам не видно что вот зеленит вот эта область вот прям на глаз это очень сильно видно насколько это видно на телефон я не знаю но вот сами зацените как-то так и это все после восстановления этих пикселей то есть вообще телек выгорел все матрица мертвая и это за полтора года нормальный результат единственное что я скажу по поводу меню ну вот эта вот тема с вот этой мышкой то есть видите я пультом кручу вот как у нинтендо ви не сказать что это удобно она меня несколько подбешивает но ее можно отключить можно управлять так же кнопочками вот можно вот этим курсором перемещаться он очень быстрый такой динамичный в целом меню хорошее по поводу флешки вообще без проблем он вот с юсб он воспроизводит очень кстати хорошо вот мы включаем фото видео и он все с юсб читает то есть у меня сейчас подключен жесткий диск к нему на терабайт воспроизводит с юсб и эти самые 4к файлы с hdr и просто ну все воспроизводит даже вот как бы вот эти файлы в формате тс с блюрей диска единственное только что блюрей диски он не отображает как сам диск но в целом менюшка вообще быстрая очень хорошая поэтому к самой прошивке телевизора у меня вообще никаких претензий хорошо работает удобно ну вот это вот единственная мышка не очень такая она подбешивает иногда вот это управление курсором но говорю можно этим курсором и не пользоваться можно кстати мышку и клавиатуру обычную к этому телеку подключаешь мышку и клаву у него есть обычный интернет браузер может даже в интернете с мышки с клавиатурой лазить все это сделало нехорошо вообще LG всегда у них прошивки такие были достаточно неплохие удобные ну что ж друзья вот такой вот он собственно OLED телевизор что я могу сказать как вывод цвета в принципе у него хорошие черный цвет ну мое почтение изумительный очень нравится то что он холодный мало потребляет энергии абсолютно не греется не издает никаких звуков во время работы я имею вот это вот вот как у плазмы вот это жужжание небольшое оно меня не напрягает когда я смотрю фильмы но напрягает например когда хочу снять видеоролик и что-то показать на экране и микрофон естественно петличка это записывает вот я трогаю экран никаких наводок на петличку вот это конечно хорошо в плане отображения контента который не в не 4к даже в Full HD уже не такое хорошее масштабирование в Full HD могло бы быть лучше а если уж говорить про всякий там DVD Playstation 2 какие-нибудь Playstation 1 игры то это совсем так себе на плазме сильно лучше потому что вот низкого качества контент он так себе воспроизводит ну и конечно же вот это вот выгорание это вообще какая-то хрень сейчас покупать себе новый телевизор именно OLED тут больше опасения в том а не выгорит ли он сейчас говорят что там в 18-м году говорили как вот это все старые OLED они выгорали вот новые сейчас будут отлично работать не будут выгорать купили в 18-м пожалуйста выгоревший экран уже за какие-то ну копеечный промежуток времени при этом на этом телевизоре не играли не смотрели какую-то статичную картинку просто смотрели там кинофильмы и телепередачи а он сука выгорел как так произошло кто бы знал поэтому вот такие опасения у меня по поводу этих OLED ну надеюсь вот через какое-то время эти телевизоры действительно сделают максимально крутые у них полностью вот это вот эффект выгорания экрана уйдет и можно будет так же как плазму панасоник или пионер я покупаю плазму 2008 года и у нее вообще никаких проблем с выгоранием вот картинка как была хорошая но и осталась в принципе у плазмы там 60 тысяч часов она может работать и никаких проблем с ней не станет тут тут к сожалению есть проблемка возможно у топовых опять же OLED нынешних которые даже сейчас выпускают такого не случится а возможно случится поэтому непонятно вот такие телевизоры вот такое вот мнение можете написать в принципе свое мнение по поводу всего этого дела нравится ли вам улет телевизоры как вы считаете есть ли проблемы с выгоранием у них или нету напишите свои мысли по поводу этих типов телевизора в принципе перспективная технология конечно она эта технология мне нравится гораздо больше чем ЖК телевизоры свою плазму конечно и ни на что не променяю потому что вот плазма она отображает любой контент хорошо у нее черный цвет хуже чем у олета но в остальном она во всем лучше 4к я как и объяснил оно нафиг не нужно поскольку я вот вот так вот близко к носу по экрану не вожу чтобы там пиксели эти отдельные отдельные ячейки там увидеть поэтому меня плазма полностью устраивает единственное конечно хотелось бы чтобы там она не шумела ничего такого но это пофиг поскольку я ее использую чисто для кино для игр допустим я ее не использую по большей части потому что я практически не играю сейчас только на стримах а вот мониторы свои жкшные вот я бы их конечно поменял но улет монитор но улет мониторов не бывает извините технология видно еще не доросла до того чтобы отображать все это и не ломаться и не выгорать и при этом еще и стоить относительно недорого ну а на этой позитивной нотке всем большое спасибо за просмотр всем пока